С реализацией проекта «Бережливая поликлиника» ознакомились Александр Гусев и Галина Карелова. Весенняя капель радует не всегда, как обезопасить себя от падающего льда. Четыре года в доме под снос по очередному адресу Воронежских неблагополучий побывала наша съемочная группа. На сей раз известному лидеру семилукских борцов за чистый воздух Вадиму Макееву прислали групп. Эти и другие новости в программе «Воронеж. События. Факты» на 41-м канале в студии «Лилия Анн». Здравствуйте. К событиям в регионе мы вернемся после обзора мировых новостей. Генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг заявил, что Альянс поддерживает контакт с Великобританией по делу о расследовании отравления бывшего перебежчика, экс-полковника главного разведывательного управления России Сергея Скрипаля и его дочери. В заявлении Столтенберга говорится, что инцидент с отравлением вызвал серьезную обеспокоенность у стран Альянса, поскольку Британия является его важным партнером. По информации британской газеты «Дейли Телеграф», Лондон обсуждает с НАТО возможность применения статьи 5 устава Североатлантического блока о совместной обороне, в которой говорится, что атака против одной из стран Альянса рассматривается как нападение на весь военный блок. Напомним, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, не предъявив никаких доказательств, заявила, что к отравлению работающего на британскую разведку Сергея Скрипаля с высокой степенью вероятности причастна Россия. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын хочет заключить с Соединенными Штатами мирные договоры и установить дипломатические отношения. Об этом сообщает южнокорейская пресса со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел своей страны. В настоящее время между Северной Кореей и США отсутствует даже мирный договор. Американские экспедиционные войска приняли активное участие в гражданской войне на Корейском полуострове в 1950-1953 годах. На стороне Южной Кореи по итогам боевых действий было подписано соглашение о перемирии. В рамках документа была создана демилитаризованная зона, разделившая Корею на два государства. Соглашение о перемирии действует до сих пор. Северная Корея неоднократно предлагала Вашингтону сесть за стол переговоров. Но каждый раз руководство США либо игнорировало инициативы КНДР, либо отвечало на них отказом. И только администрация нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа заявила о готовности хотя бы обсуждать Северной Кореи, заключение мирного договора и установление дипломатических отношений. Новости ближнего зарубежья. Депутаты Верховной Рады Украины готовятся рассмотреть на текущей сессии в парламенте проект закона, который делает украинский язык обязательным для всех сфер жизни и вводит жесткие санкции за нарушение языковой политики. Согласно тексту проекта закона, документ закрепляет обязательность использования украинского языка во всех сферах общественной и частной жизни. А для тех, кто будет пренебрежительно относиться к украинскому языку, предусматривается уголовная ответственность до трех лет лишения свободы. За соблюдением закона будут следить специальные языковые инспектора с широкими полномочиями. Если этот закон будет принят, то фактически уничтожат сферу использования русского языка, который является родным для половины населения Украины. Российские новости. Прививать российским школьникам морально-нравственные качества планируют с помощью уроков кино. В ближайшее время соответствующее предложение будет рассмотрено на заседании рабочей группы по реализации программы «Десятилетие детства», стартовавшего в России в 2018 году. Автор инициативы, член комиссии Общественной палаты России Ирина Жгутова рассказала, что занятия по киноискусству планируют сопроводить один раз в месяц для каждой взрослой группы. За основу будет взят опыт Уральского федерального округа, где уже успешно работает программа «Хинопедагогика». На сегодняшний день в этом регионе киноуроки проводят порядка 200 учебных площадок, для чего задействованы более 400 педагогов. Народный артист СССР Олег Табаков скончался в Москве на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Олег Табаков – актер театра и кино, режиссер и педагог. Он лауреат государственных премий СССР и Российской Федерации, многочисленных театральных и кинопремий. Табаков – полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством, член Совета по культуре и искусству при президенте России. Он возглавлял два театра – Московский художественный театр и театр под руководством Олега Табакова. При этом Табаков оставался действующим актером. Он снялся более чем в 100 фильмах. Голосом Табакова говорят многие персонажи популярных мультфильмов. Региональные новости. Стопроцентная автоматизация рабочих мест врачей, информаты, электронная запись к специалистам. Все это только элементы реализации проекта «Бережливая поликлиника». Проект, который осуществляет одно из крупнейших бюджетных медицинских учреждений области – четвертая поликлиника в северном жилом массиве Воронежа. С работы поликлиники ознакомились глава региона Александр Гусев и сенатор Галина Карелова. Сегодня к четвертой поликлинике Воронежа приписаны почти 190 тысяч человек, которые проживают в основном в северном жилом массиве города. Для персонала это означает, что в год через медучреждение проходит 1 миллион 300 тысяч пациентов. К 2019 году, прогнозирует главный врач поликлиники Сергей Бредихин, число приписанных может возрасти до четверти миллиона. Об этом он рассказал временно исполняющему обязанности губернатора Воронежской области Александру Гусеву и сенатору от региона Галине Кареловой во время их визита в четвертую поликлинику. Программа «Бережливая поликлиника», которую здесь реализуют, направлена на поиск прежде всего внутренних резервов. Например, врачей в поликлинике кардинально не прибавилось, но выделение специалистов в мобильные бригады позволяет начинать работу с пациентами на дому уже с 9 утра. Хотя раньше выезды на вызовы начинались только после приема в поликлинике, то есть во второй половине дня. На отделении организованы мобильные бригады по обслуживанию населения на дому в рамках отделения. Все вызова, которые поступают в отделение, обслуживает один врач отделения по ежемесячно оставляемому графику. Основное, что идет, связанное с мобильной бригадой, это то, что у нас сократилось время ожидания пациентов на дому. Биохимическая лаборатория медучреждения обслуживает до 800 пациентов в течение рабочего дня. А глубина исследований крови на современном оборудовании достаточно как для пациента, так и для врача. Все, что нужно знать человеку о себе, о своих органах, позволяет этот анализатор обследовать человека. Печень, почки, поджелудочная железа. Результаты исследований врач получает в течение 5-6 часов. На сокращение времени, которое люди проводят в поликлинике, работают и сестринские посты. То есть 10 функций, которые выполнял врач на приеме, мы передали суду, манипуляции и так далее. За счет этого сократится экономическая эффективность. Теперь таких постов в поликлинике полтора десятка, и они сократили среднее время пребывания пациентов в медучреждении до 40 минут. Все это в комплексе с модернизацией информационного обеспечения и есть программа «Бережливая поликлиника». Такая, которая сохраняет время пациентов и врачей, а по большому счету здоровье. А это уже другая сторона процессов, которые происходят в нашем здравоохранении. Частная многопрофильная клиника «Олимп здоровья». Ее Александру Гусеву и Галине Кареловой представил вдохновитель проекта Александр Соловьев. По его словам, «Олимп» – это импортозамещение в сфере здравоохранения. У нас есть интерактивный конференц-зал, где мы уже заключили договора с ведущими специалистами Израиля и Германии, которые будут консультации для наших врачей делать по видеосистеме и опыт передавать. Смысл проекта заключается в том, чтобы перенести и внедрить самые современные зарубежные медицинские технологии на нашей почве. И важно, что это происходит уже на уровне региональных центров. Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, 41 канал. Погода в очередной раз преподносит нам сюрпризы. Отсутствие снега в Новый год компенсировалось заснеженным мартом и запоздалыми морозами. В связи с аномальными погодными условиями, которые способствуют наледи на крышах, городская администрация обращается к воронежцам с просьбой быть внимательными и осторожными. Как обезопасить себя от падающего льда в сюжете наших корреспондентов. Этой зимой от падения сосулек в Воронеже пострадали 4 человека. Речь идет только о тех случаях, которые подтвердили медики и аварийные службы. Чаще всего ледяные глыбы образуются на фасадах домов над водостоками. Нахождение под ними особенно опасно, а потому гражданам, проходя мимо таких домов, стоит быть предельно осторожными. Но возможности наших коммунальщиков, пытающихся бороться с наледью и снежными навесами, увы, ограничены. Городские коммунальные службы при всем своем желании не способны решить в одиночку существующую проблему. В связи с погодными условиями, за прошедшие выходные дни выпало большое количество снега, и температурный режим начал приближаться к нулевым отметкам. В дневное время стали яркие солнечные дни появляться. Пошел процесс сильного нарастания сосулек и наледия. Работы по очистке кровель организованы были в том числе и в выходные дни. Силами управляющей компании привлечены средства муниципальных предприятий. Это горэлектросети, горсвет, силы городской аварийно-спасательной службы. Между тем, мэрия Воронежа рассматривает возможность реализации пилотного проекта по оборудованию крыш многоэтажек устройствами для автоматического снятия сосулек. Такой прибор в столице Черноземья установили впервые. Если механизм признают эффективным, городская администрация планирует внедрить этот проект в рамках муниципальной программы. Пока же делать выводы чиновники не спешат. Он работает на Кольцовской 17, но понимаем, что это один сегмент на одном доме. К сожалению, сделать выводы о том, что это панацея, пока рано. Тем более, обильное нарастание сосулек только наступило. Поэтому смотрим, как и договаривались, вот эту неделю. Она охарактеризует справиться, он не справится по итогам, а уже примем решение о трансляции этого технического решения на другие дома. Чтобы не оказаться в роли пострадавшего, не помешает следовать простым правилам. Не подходите близко к домам, где свисают ледяные образования. Безопасным считается расстояние не менее трех метров. Передвигайтесь по внешнему краю тротуара и обращайте внимание на предупредительные ленты, за черту которых не стоит заходить. Не стоит также оставлять машины в потенциально опасных местах. И помните, даже незначительная масса снега или льда, обрушившись сверху, может привести к трагедии и летальному исходу. А потому ваша осторожность никогда не будет лишней. Помимо работ по очистке кровеля силами альпинистов и слышек, будет производиться работа в усиленном режиме по ограждению данных участков лентами и информационными табличками. Просьба более внимательно относиться к этим лентам, к ограждениям, а все-таки не идти в те зоны, где они огорожены, и максимально стараться обезопасить себя. Я еще раз акцентирую, что это не говорит о том, что мы там никаких усилий предпринимать не будем, но очень большое количество таких домов, на которых такая проблемная ситуация, физически будет очень сложно произвести очистку всех этих жилых домов. Если на вашем доме образовали снежные навесы и наледь, то в первую очередь необходимо обратиться в управу своего района или в обслуживающую организацию, будь то управляющая компания, ТСЖ или жилищный кооператив. О некачественной уборке территории от снега и наледи воронежцы могут сообщить по телефону горячей линии городской администрации 2-28-32-76, позвонив по этому номеру в рабочее время. Работает и горячее линии шести районных управ, где также обязаны отреагировать на ваше заявление. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал. Жильцы аварийного дома на улице машиностроителей уже 4 года живут в ожидании лучшей судьбы. По очередному адресу у воронежских неблагополучий побывала наша съемочная группа. Дом номер 46 по улице машиностроителей «Ветеран». Он из тех, что были построены в самом начале 50-х годов прошлого века. Теперь это общежитие. Часть комнат в собственности, часть предоставлена по договору социального найма. Внешне видимые повреждения свидетельствуют о том, что время дома истекло. Мария Шаталова, у нее здесь комната, проводит небольшую экскурсию. Начинает с общей кухни на первом этаже. А вот этот навес такой красивый. Это специально, чтобы на голову людям не падало, когда посуду моют. Потому что уже несколько раз падало. Ну, чтобы себя обезопасить, люди как-то придумали вот эту штуку. И ведь падает. Экскурсия продолжается на втором этаже. Если бы я секунды не подошла ко своей комнате, вот сюда не закрыла дверь, меня бы убило насмерть здесь просто. Просто насмерть бы убило. Потому что круг очень большой упал. Очень большой. Штука турка, какого она тут года, я не знаю, она там толщина вообще вот такая вот. Тут вообще было все вообще засыпано. Управляющая компания ликвидировала последствия обрушений и смастерила подвесной потолок. Проблемное место просто зашили фанерой. А это санитарные помещения тоже на втором этаже. Вот она дышит, вот она сюда проходит и по полу туда. Туда это в соседнее помещение и далее на улицу. Валентина, многодетная мать, делится своим опытом проживания в доме. Ну, а постельным все обваливается. У нас там с той стороны крыша течет у меня в комнате тоже. Ну, течет как? Ну, там ржавая ржавая? Нет, там не ржавая, там крыша по окну текла. Вот дожди идут, и там все течет, когда это самое сильное. Вот, потом ходишь везде, как говорят, все обрушивается. Сырость и плесень давно прописались в доме. Санитарная служба сделала вывод, условия в общежитии не соответствуют требованиям федерального закона номер 52. Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Из жилищной инспекции приходил инспектор, осматривала дом, фотографировала все. У нас же еще раньше документы есть о признании дома неудовлетворительным для проживания. И вот инспектор на основании тех документов, и уже потом осматривала, она сделала вывод, что дом не пригоден для проживания, что везде все прогнило. Ну, на самом деле, если посмотреть внимательно, то все сыпется и рушится. Но это понятно и без заключения экспертизы. Сроки уже давно все прошли. У нас должно было пройти расселение до, по-моему, 2014 года. До конца 2014 года нас должны были уже расселить. И это не просто слова, они подкреплены документами. Есть соответствующее постановление администрации города. Жители были и на приеме у заместителя губернатора, еще прежнего. Здесь прониклись проблемы и даже искренне посочувствовали. А потом сказали, ждите. Нет ничего хуже, чем ждать. Особенно, когда ждать приходится под хруст трескающихся маячков на внешней стене дома, в котором ты живешь. Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, 41 канал. В доме, где он живет, уже били окна, ему разбивали личный автомобиль. Обливали зеленкой офис, где он встречается с единомышленниками. Публиковали в местной газете «Некролог». На сей раз известному лидеру семилукских борцов за чистый воздух Вадиму Макееву прислали гроб. А его соратницы к 8 марта получили ритуальные венки. Кому перешли дорогу экоактивисты из Семилук, разбирались наши корреспонденты. Утро Вадима Макеева началось с пустого гроба у дверей его дома. Правда, ритуальный атрибут напугал не столько его самого, как соседей. Они оказались людьми суеверными. Надписей, конечно, никаких не было. От кого, что, что, и каких-либо угрожающих надписей не было. Я, естественно, сразу же вызвал полицию, которой составили соответствующие материалы. Сейчас ведется дело. Ну, конечно, я не знаю, на какой стадии что там. Политическая деятельность Макеева оказалась неугодной. Видимо, те, кто задумывал такой подарок, рассчитывали запугать нашего героя. Единомышленники Вадима и борцы за чистый воздух в Семилуках считают, что угрожающую посылку отправили представители завода «Ника Петротек». От работы завода местные жители уже несколько лет вынуждены дышать пылью, не могут открыть окна и отправить детей погулять. И это только начало неудобств. Что станет дальше с человеческим здоровьем представителей завода, видимо, не очень-то волнует. На протяжении периода борьбы, это с осени 2015 года, когда произошел мощнейший митинг, где присутствовало 650 человек, мне разбили автомобиль, залили офис зеленкой, где я работаю, разбили окно. Недоброжелатели писали даже как-то не кролог в местную газету. То есть, вместо того, чтобы наконец-то в прямом смысле этого слова дать людям вздохнуть спокойно, они наоборот их запугивают. Причем весьма дешевыми способами. Я материалист, я ни в какие приметы не верю. И думаю, что акт устрашения меня, как политика, как личность, им не удалась и сорвалась полностью. Соратники Вадима и дальше будут продолжать свою борьбу за правое дело. Обнаруженный гроб Вадим Макеев собирается отнести в церковь. Между тем, этот случай можно толковать как угрозу убийства. Виновному в таком случае могут назначить до двух лет тюрьмы. Олеся Лисюк, Сергей Артемов, 41 канал. А теперь о погоде в Воронеже и области. 14 марта в православном календаре День памяти преподобной мученицы Евдокии и Леопольской игумени. В народном календаре Авдотья – весновка, потому что с этого дня начинается пение веснянок. Назывался этот день также Авдотьей плющихой, так как весеннее солнышко, лед и снег плющит. Согласно народным поверьям, Бог поручил Евдокии воскрешать землю от зимнего сна и дал ей ключи от всех весенних вод. Еще одно прозвище Евдокии – свистунья, связано с тем, что в ее праздник обычно дули и свистели ветра. По другой версии, святую так прозвали потому, что в этот день живой мир пробуждался ото сна и возвещал о приближении весны своим криком и свистом. По приметам, если холодно, на Евдокию весна будет холодная и поздняя. А синоптики обещают 14 марта на всей территории Воронежской области ясную погоду и небольшой мороз. Хладнее всего минус 5 градусов по Цельсию будет в Берсоглевске, в Боброве и Нижнеделецкие хохли ожидается 4 градуса ниже 0. В Бутурлиновке, Лисках, Острогорске, Рамуне и Семилуках по прогнозам будет 3 градуса мороза. В Бабучаре, Павловске и Русаши минус 2. В Воронеже 14 марта синоптики обещают, как и на всей территории, ясную солнечную погоду. Температура воздуха 3 градуса мороза. Ветер юго-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная, с небольшими возмущениями. И это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» на телеканале «Вместе» в 7.00 ровно в полдень в 19.30 и в 20.30 по московскому времени. А также на нашем канале в интернете. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова